В сентябре учащиеся видновской школы номер 9 будут завтракать и обедать в обновленной столовой. Ремонтные работы стартовали около месяца назад. На данный момент в пищеблоке площадью 150 квадратных метров, рассчитанном на 190 мест, поменяли напольное покрытие, произвели облицовку стен и установили светодиодное освещение. У нас все стены были вот такого формата, покрашены от пола и до потолка. И естественно, когда особенно малыши проходят ладошками по стенам, это очень быстро пачкалось. А сейчас из-за того, что это будет плиточка, ее будет гораздо удобнее мыть и более гигиенично, скажем так, и опрятнее, и наряднее. А в 11-й школе к новому учебному году будет открыт Центр образования «Точка роста». Уже почти полностью готовы три кабинета лаборатории, где ребята будут постигать азы химии, физики и информатики. Каждое помещение окрашено в свой цвет. На данный момент мы ждем поставку оборудования нового. Закуплены также шахматные доски, закуплены зоны отдыха для детей. Будут висеть логотипы, специальные таблицы в коридорах перед кабинетами физики, химии и информатики. При образовании коснулись и детских садов округа. Как рассказала депутат Совета депутатов Алена Какоева, проблема устройства ребенка – одна из самых волнующих для жителей новых микрорайонов. Совместно с заместителем главы Квасниковой Татьяной Юрьевной и начальником управления образования Киселевой Натальей Николаевной мы провели анализ помещения для переустройства их в групповые. Администрация и Совет депутатов инициативу поддержали. Были выделены денежные средства на переустройство помещения. В двух дошкольных отделениях Лопатинской школы к 1 сентября откроют дополнительные группы на 35 воспитанников. В зданиях 2-го и 3-го корпуса учреждения были переоборудованы помещения. За счет уменьшения площади кабинетов специалистов удалось сделать просторную группу для детей старшего возраста. С игровой зоной, спальней, санузлом, буфетной и раздевалкой. Стоит отметить, что основные ремонтные работы уже завершены. Осталось только укомплектовать. Мебель заказана, вот ждем, когда нам ее поставят. Здесь будет все соответствовать санпину, все основным стандартам. Дополнительная группа оборудована и в детском саду на Сухановской, 11. Увеличился и педагогический состав учреждений.